Пока о заработке речи не идет. Главное правильно задать вопрос, да? Алматинский, например, проект, он практически нулевой. Непонятно, как Сергеев выиграет. На самом деле, по умолчанию, человек в 2 в 3 страны передает такой объем информации о своей личной жизни. Такой нездоровый интерес может боком выйти. Как вы вообще заработали на установке Сергеев? У них же уже несколько городов установили, если это не секрет. Там вот у вас была просьба отвечать прямым текстом. На этот вопрос сложно ответить прямым текстом, потому что эти проекты на несколько лет рассчитаны. И они в основном инвестиционные. На сегодняшний день мы не вернули инвестированные деньги. То есть инвестиции нам, то есть инвесторы – это банки. То есть мы брали кредиты для того, чтобы реализовать эти проекты. И на сегодняшний день мы находимся примерно на середине пути возврата инвестиций. Пока о заработке речи не идет, еще рано. Ну то есть и вообще финмодель проекта построена таким образом, что она очень открыта и здесь нету сверхприбылей. То есть в рамках 10%. То есть это стандартная прибыль, которую мы можем заложить при работе с государством. Вот. Ну пока еще мы ее не видим. Ну может быть какой-то планируемый… То есть сколько вы делили, получается, вы на это? То есть сколько потратили и сколько планируете вы на это за это все? Да, главное правильно задать вопрос, да? На какой сумме были инвестиции? Вообще очень интересный ответ на самом деле получается. В Астане инвестиции – это в открытых источниках есть, это порядка 8 миллиардов тенге. Допустим, есть регионы, где, ну допустим, по Алмате – это тоже открытые источники, это госзакуп. Там поменьше, ну там меньше комплексов, меньше объем. Но, так скажем, даже вот как бы корректнее сказать, чтобы потом к словам не цеплялись, что алматинский, например, проект, он практически нулевой. Ну то есть вот нам принципиально было как бы забрать регион, поэтому мы пошли там, скажем, на не совсем выгодные, как для частников условия, но так как для нас это очень важный регион, мы даем там супер выгодное, извиняюсь, предложение. Ну, на самом деле у нас вообще цель – все регионы покрыты отечественными комплексами, ну на самом деле вообще очень благая цель. И конкурируем мы с иностранными поставщиками, причем, ну, с очень многолетней историей. И, ну, чтобы побеждать в конкурентной борьбе, ну, нужно давать лучшее качество там за меньшую цену. Ну, либо лучшее качество за такую же цену. В лучшие сроки. То есть и так как конкурсы все открытые, ну, то есть вот какое-то мнение ходит, то что как-то непонятно, как Сергеев выигрывает. На самом деле все очень понятно. И выигрывает честностью, там, скажем, качеством, ценой и сроками. Вот. Ну и, в принципе, на сегодня мы еще не вышли на тот уровень, когда мы можем диктовать свои условия, так как приходится конкурировать с мировыми компаниями, с иностранными компаниями. Это российские производители, это корейские, израильские, европейские. То есть и это компании с, ну, там, 10, 15, 20-летним опытом работы. Ну, и на самом деле это непросто. То есть наш штат, скажем, IT-разработчиков, ну, на самом деле такого вот мирового уровня продукты. И, скажем, купить в Китае и продать у нас там втридорого, это не про нас. А вообще Сергей Кирилов, они как и где производились, разумеется? Ну, мы не заявляем, конечно, это было бы глупо говорить, что мы камеры производим, либо процессоры вычислительные там или сервера. Это все, естественно, покупается. Это все можно купить на, ну, конечно, не в первом попавшемся магазине, но можно купить на рынке. Но программное обеспечение, алгоритмы, компьютерное зрение, это все делается нами. То есть здесь на самом деле все очень непросто. Допустим, в день по 20 миллионов событий просто записывать на сервер. Стандартные базы данных это не выдерживают. И, то есть это не просто уметь быть крутым в хранении, а быть очень крутым. То есть это, там, скажем, в университете учат, ну, конечно, в профильном работе с базами данных, но немного, в Казахстане вообще нету компаний, которые там работают с сверхнагруженными серверами, с сверхнагруженными базами данных. Допустим, алгоритм может написать четверокурсник, скажем, по распознанию номера, даже может быть третий курсник. Но алгоритм, который будет работать, скажем, на определенном уровне с определенной производительностью, нужно оттачивать очень хорошо. Скажем, нейронную сеть тоже может написать четверокурсник. Но, ну, будет у него она там на суперкомпьютере крутиться и решать задачи. А нам нужно, чтобы она миним... Ну, то есть мы считаем, вот мы видим, какая у нас батарея, и мы знаем, сколько у нас есть батареи мощностей просто по электропитанию. И нам нужно обеспечить, скажем, вычислительный какой-то потенциал. И, соответственно, то есть разработчики пишут под железо. И, скажем, вот именно вот такое программное обеспечение – это наш продукт. А все, что видно, там, скажем, на столбе, там висит камера, ну, естественно, это китайская в основном. Есть вещи, которые мы пытаемся локализировать, локализовать, скажем, шкафы все, там, элементы питания по возможности производим здесь. Ну, потому что, ну, как бы хоть что-то должно быть. То есть, если придет время, возможно, будет экономически целесообразна камера. Ну, то есть кто-то... Ну, это не наш бизнес, мы, это, там, скажем, поставщики есть на сегодняшний день, но насколько это возможно, оно казахстанское. То есть это, получается, камера, купленная с каким-то стандартным набором, там, технических, по-своему, тренированных, и вы ее дорабатываете здесь вместе с... Мы... Вот даже самое, ну, как бы, ну, как тупое, некорректно будет сказать, вот самый простейший элемент – это камера, да, ну, даже у нее есть софт. Вот ты, если купишь, если вы купите китайскую камеру, да, любую камеру вообще, и, ну, они все сетевые сейчас, подойдите туда, канал интернета, эта камера на завод сообщает в страну производителя, там, пускай это будет китайская камера, либо европейская, американская, она сообщит на завод, что я включилась, у меня там IP-адрес такой, ну, и пакет данных, там, телеметрии, то есть он уйдет на завод, то есть мы эту прошивку меняем, потому что это недопустимо в наших условиях, то есть вплоть до замены простейших прошивок на простейших, там, устройствах мы делаем их свои, как минимум нам нужно проходить ГОСТЕХ, вот есть ГТС, то есть сертификат соответствия по информбезопасности казахстанский, и такие, скажем, ну, сложно назвать это вредоносными, но вот такие вещи нужно исправлять, то есть их не должно быть, даже если камера работает в закрытой сети, ну, когда у тебя 10 тысяч камер, внутри этой сети происходит там, ну, там, десятки тысяч камер, внутри этой сети происходит просто такой хаос, что ли, столько запросов, пытаются вылезти куда-нибудь, и, скажем, на корню такие вещи просто переписываются. Я уже не говорю о более сложных алгоритмах, которые управляют этой камерой, которые делают распознавание всяческие, потому что вот есть такое понятие IT-суверенитет, это когда мы независимы, да, вот как вот независимость, а есть IT-независимость, и когда мы, вот, как республика можем производить такие продукты, мы говорим, что мы вот IT-независимы, а в чем вообще смысл, да, ну, вроде бы, ну, скоростемеры, но суть в том, что эти скоростемеры работают с компьютерным зрением, то есть, если вы купите, там, компьютер, там, телефон, ну, телефон, конечно, все сливает за границу, но, допустим, вы можете его так вот, чтобы взломать ваш компьютер домашний, злоумышленник должен к вам пробраться домой, там, подключить туда, ну, либо вирус какой-то закинуть, ну, какой-то физически нужен контакт. Для продуктов, которые работают с компьютерным зрением, не нужен физический контакт. Соответственно, скажем, злоумышленник может какой-то сигнал отправить там камере визуально, то есть, по сути, компьютерное зрение всегда смотрит, и разработчик, он как будто бы имеет, хотя вот мы, это абсолютно никак не описывается вообще ни в каких законах, да, то есть, да, вы проходите там все сертификаты безопасности, но это компьютерное зрение, оно всегда имеет подключение ко вне, его нельзя закрыть никаким контуром. И IT-суверенитет, когда такие вещи производятся здесь и проверяются компетентными органами на безопасность, не просто как, ну, такую безопасность, да, можно и китайский, и европейский, и израильский продукт проверить на, там, скажем, на безопасность, но это, ну, как бы не то, чтобы смешно, ну, не совсем правильно, то есть, это уже больше там такая вот, реально, IT-суверенитет тут. И гарантия того, что в коде ничего не зашито, это то, что мы открываем все исходные коды в ГТС, да, то есть гостехслужба, она проверяет весь код. Ни одна зарубежная компания не откроет код исходный здесь, в Казахстане, потому что, ну, как бы это ее хлеб, зачем это им, вот. Ну, то есть, если простым языком можно сказать, получается, вы закупили камеру, там, неважно, из Китая, каждую камеру, вы абсолютно полностью меняли в ней, перепрошивку делали, чтобы, вот, как вы говорите, никакой сигнал никуда не ушел, то есть людей можно успокоить. Ну, насколько это возможно, конечно, да. Тут имеется в виду, не уверен, конечно, что люди сразу так и успокоятся, но, то есть, вот, вот мы на рынке, ну, на рынке в Казахстане есть две-три IT-компании, которые могут похвастаться вообще любым там, какими-то более-менее, ну, так скажем, ну, компетенцией вот там, где вот, в чем мы специализируемся. И, ну, как бы, те, кто понимает, они, вот, кто разбирается, они поймут, но это сложно объяснить на обывательском языке, если вот у вас получится как-то вот обыграть именно вот эту вещь, то, что это так правильно, так должно быть. Почему, наверное, рассказывать очень долго и сложно на языке обывателя. Но, допустим, любого профессионала, там, скажем, по сетям, по компьютерному зрению, по программному обеспечению можно, ну, скажем, может хотя бы бегло, там, не знаю, как бы посмотреть характеристики, посмотреть, что мы делаем, послушать меня, переговорить. Он поймет, что, да, действительно, ребята, по крайней мере, разбираются в чем-то, как бы, и в том, что мы говорим, есть большой смысл. Мы, ну, вот, сам по себе сертификат, сам по себе сертификат по информбезопасности, это как гарант того, что компания никуда ничего не будет передавать. То есть, вопрос в том, что, там, за границу, это, это, это самое важное, да, то есть, IT-аудит, он как раз таки, ну, в первую очередь проверяет, что в принципе все работает, а если все работает, уже как это все работает. То есть, если это работает корректно, это окей, но если при этом что-то еще, какие-то свои делишки делает, то не окей, ты не пройдешь это просто так. И как раз таки на предмет, скажем, безопасности, там, там, со стороны, может, иностранных спецслужб, не знаю. Вот, вот, на вот этот момент наш продукт проверен очень хорошо. Все, теперь понятно. Так, следующий вопрос у меня был. Ну, вот, как раз это было там, то есть, получается, там, некоторые думают, говорили про комплектующие из Китая, но, получается, речь уже идет о том, что, в принципе, камеры из Китая, но здесь как бы волноваться он стоит. Я бы на, вот, не знаю… Знаете, люди как бы лезть наносится. Да, тут… Вот у вас телефон какой? Самсунг. Вот, Корея, пожалуйста. Америка, можно сказать. Будет у вас… Ну, то есть, Самсунг – это, во-первых, Самсунг, у вас там есть Health, скорее всего, у вас есть учетная запись Самсунг, у вас там, скорее всего, есть учетная запись от Гугла, у вас, скорее всего, есть какие-нибудь устройства на руках? Нету? Ну, да, вот, какие-нибудь устройства там от китайского производителя. На самом деле, по умолчанию человек две в три страны передает такой объем информации о своей личной жизни, что, ну, не понимая этого, ну, и переживает за за те вещи, которые прошли гостех, там, скажем, информаудит. Ну, конечно, немножко грубовато звучит, наверное, надо, ну, как бы, помягче сказать, но люди уже делятся этой информацией, это неизбежно, невозможно закрыться. И самое плохое, чего я боюсь, что придет, ну, скажем, мы проиграем конкурентную борьбу на своем рынке и запустим сюда иностранных поставщиков в такие чувствительные сферы. Окей, когда люди сами делятся, ну, то есть они понимают, вы когда регистрируетесь в Гугле, в Самсунге, вы везде ставите свое согласие. То есть вы, может быть, вы не прочитаете, это длинная, там, скажем, политику, длинную политику по личным данным, но пока вы не поставите галочку, никакой аккаунт, ни в какой, там, скажем, большой корпорации у вас не будет создан. А тут, ну, как бы, эти камеры вы нигде не ставите, ок. То есть тут безопасность вам должно гарантировать государство, что оно и делает. То есть безопасность данных. А разница есть у камер, дальности их видения, допустим, у материи, вешенки, или они все, когда мы строили под одну дальность, если говорить про технические характеристики? Ну, у них разбег примерно от 50 до 100 метров. То есть и… От чего зависит? Зависит от условий. То есть бывает, что, ну, где-то деревья растут, которые никак нельзя спилить, либо, ну, сам рельеф дороги. Но на самом деле, вот мы проводили множество, скажем, экспериментов, как лучше располагать. И во всех комплектациях камера видит раньше, чем ее видит человек. То есть тут в основном-то идет вопрос, что, ну, вот камера тебя увидела, вот ты увидел камеру, и нужно же успеть… Ну, люди хотят успеть там притормозить, либо сразу такие… Вот так. Ну, если вы уже камеру увидели, логика такая, что камера уже вас увидела на несколько мгновений вперед. Обычно, как бы, у компьютерного зрения, где-то, ну, зрение лучше, чем человеческое на процентов 10-20. А погодные условия, допустим, не те, что… Погодные условия влияют, но никто не нарушает обычно Буран. Да, то есть очень сложно разогнаться, очень сложно… Ну, скажем, обычно это большие пробки-заторы, если ночь… Вот самые распространенные нарушения при Буране просто вот как отрезает, потому что гололедится, скорость сложная, дождь, туман. То есть, да, это все влияет. То есть, если… Если человек не видит глазом госномер, там, либо автомобиль не может идентифицировать его, то камера тоже не сможет. Ну, у нее немножко лучше зрение, но если вообще не видно, то она тоже не увидит. Но, соответственно, когда вообще не видно ничего, люди становятся очень аккуратными. В Европе было очень много экспериментов тематических, они убирали все знаки, и люди от того, что не понимали… Вот это был эксперимент в одном небольшом городе, убрали все знаки, и люди стали ездить медленнее, потому что они попадали в незнакомую среду. И тут точно так же, когда человек, там, после Бурана, или во время тумана, или во время сильного дождя, он в некомфортном положении, он едет очень аккуратно, едет, там, скажем, на небольшой скорости. И, на самом деле, серьезные аварии происходят обычно в хорошую погоду, ну, ночью, там, и так далее. Конечно, из-за гололедицы бывает очень серьезное ДТП, но это уже по другой причине. Отличия камер, можете рассказать, допустим, камеры Сергея Ковпатру установлены в столице, вот, допустим, в Матинске, они же, по-моему, разные нарушения фиксирования, сколько это, то есть где-то там скорость, а где-то там другие? Сами по себе камеры – это только глаза. Вот снятие параметров, там, телеметрии, оно происходит уже внутри программного обеспечения, не на камере. И, по сути, одна и та же камера может, как определять, ну, например, бас-лейн и скорость. Все это делается в один момент времени, и никак не зависит от модели камеры. Хорошо, а тогда программное обеспечение как-то отличается от Матинской и Астоничной? Нет, мы делаем, то есть это модули, которые работают одновременно, на, скажем, вот есть вычислительный модуль, где это все устанавливается, и, ну, бывают такие ситуации, то, что даже вот одновременно бывают люди с превышением скорости, например, ну, едут по бас-лейну, и прямо вот в одну секунду у них будет два нарушения зафиксировано, да, и получается то, что если бы там еще, может быть, красный свет был, то было бы три, но таких не бывает, конечно, мест, но гипотетически для, как бы, для нашего комплекса, ну, каких для всех комплексов, это уже не такой важный момент, там, вычислительная мощность больше тратится на определение других параметров, там, как вычислить сам номер, определить, что это автомобиль, и после того, как есть телеметрия, там уже накладывается там полосность, ну, то есть это уже делается практически в реальном времени, но немножко позже, ну, и получается, абсолютно не расходует никакой процессорной мощности почти на все параметры, что можно, как уже голую телеметрию можно накладывать. Вот, например, в Сленогорске автобусных линий нет, то есть, ну, там все равно программные обеспечения, если случается там, если они появятся? Да, даже, более того, ну, как бы, допустим, есть, ну, у нас есть наработки по, скажем, по расширению функционала, но эти наработки еще не закреплены в правилах дорожного движения. Допустим, мы разрабатывали вот нарушение выезд на занятый перекресток, но штраф отменили. Ну, и получается то, что вот есть функционал, который может фиксировать людей, которые вот пробку создали, но за это сейчас штраф не предусмотрен, там предупреждение. Ну, и, соответственно, это не работает. Есть, скажем, есть, допустим, виды нарушений, которые на сегодняшний день не представляются возможным, как бы, процессить, как правильно, ну, процессить в Казахстане тоже по правилам. Допустим, если вы не пристегнуты, даже, может быть, очень хорошо видно, что вот белая рубашка, ну, если только вы ремень белым выкрасили, ну, очевидно, да, что человек без ремня, без ремня водитель. Но по правилам такой штраф выписывается лично человеку. То есть, если вы оформили свой автомобиль на свою маму и превысили на нем скоростной режим, то нарушение придет вашей матери. Но если вы с непристегнутым ремнем, то нарушение должно быть приписано вам лично. Ну, и, соответственно, окей, можно увидеть, что человек не пристегнулся, но, как бы, нужно идентифицировать лицо. Скажете вы, что, ну, есть там же алгоритмы, которые определяют, ну, вдруг у вас есть брат-близнец. Ну, то есть, на самом деле это сложно. И неспроста такие нарушения пока, ну, как бы, никак не вменяются. Хотя, да, видно, очень много видно. Даже вы можете скачать свое предписание, там есть фотографии, и на этой фотографии, может быть, разглядите, что вы без ремня в этот момент едете, или очень часто по телефону вот так вот рука видно, что, ну, человек по телефону разговаривает. Но, опять-таки, тут нужно идентификацию делать. Потому что, там, многократное нарушение, оно тоже влечет за собой, там, чуть ли не решение прав, хоть и простые такие нарушения. А у нас, по-моему, речь шла про то, что вы, допустим, в середине, в том числе и лицами идентифицировали, но этого функционала, как бы, он не настроен. Мы вообще ведем разработки, но камеры дорожные, они, в принципе, не такие камеры, которые смогут делать снимки такого качества, чтобы идентифицировать лицо. Но у нас есть прям отдел, который работает над алгоритмами и по Face Recognition в том числе. Но это также не урегулировано на уровне законодательства. Мы не можем сейчас взять просто и начать делать Face Recognition, ну, как частники, вообще не можем. И даже если, скажем, может, полиция вдруг захочет, то пока еще не урегулирован вопрос по биометрии. И, ну, как бы, как понятие, если не запрещено, то разрешено, тут не работает. То есть тут должно быть четко прописано это персональные данные. И, учитывая, как, скажем, на Западе сейчас очень много стран отказывается от этого, ну, как бы, мы ждем. Ну, в любом случае ведутся разработки, потому что распознание лица можно много где использовать. Допустим, бывает, можно вход в бизнес-центр сделать по лицу, но тогда человек осознанно, он понимает то, что вот он подходит, делает авторизацию по лицу и дверь ему открывается. Это, ну, совершенно другой принцип использования. То есть вот как можно нож использовать, там, хлеб порезать, а можно с ножом преступление сделать. То есть вот такое использование, оно абсолютно законно и не вызывает вообще никаких вопросов. Про вот эти белый список, помню, с машин, что ли, или как он называется, белый список с машин, как его вы не пронесли, то есть какие вообще какие-то спины приходят? Можно ли я попасть вот кому-то из... Из моих друзей? Нет. Нет. Есть один всего белый список. Он относится исключительно для общественного транспорта. То есть мало быть просто автобусом, чтобы ездить по бас-лейн. Нужно быть автобусом маршрутным, официальным. И вот есть список автобусов, который подается Акиматом в полицию. Полиция его сохраняет в системе, в республиканской системе, да. То есть это не просто так, списочек где-то лежит и там можно. То есть это все визируется электронной подписи и только на доступ в бас-лейн. То есть нету списка, который дает право, скажем, как-то становиться невидимым. Знаете, даже полиция получает штрафы за превышение скорости, если они... Ну, как если полицейский автомобиль не включает проблесковые маячки, то он получает штраф... Среди проблесковые маячки? Да, ну, конечно. То есть это происходит, это авторизует и оператор в том числе. Потому что, ну, как бы иногда эти проблесковые мачки совсем не маячат. Вот. Но, в общем, то есть я к тому, что вот по белому списку даже полицейские сами оплачивают штрафы. Скорая, если вдруг проедет на красный, не включив свои сирены, потому что это очень опасно. Ну, вот иногда водители забывают. И, на самом деле, это, ну, как бы такая мера по... Ну, чтобы... Ну, потому что они весь день ездят. Ну, сейчас вот вы, наверное, начали в Нур-Султане замечать, что скорая и днем, и ночью, и на вызов, и не на вызов, просто их перестала выключать. Почему? Чтобы не забывать потом включить, когда они экстренно едут куда-то, они могут просто забыть включить и попасть в неприятную ситуацию по забывчивости, да. Вот. Аналогично и по пожарным автомобилям. То есть таких списков нет, только автобус. Да, ну, наши сотрудники попадаются. Ну, как бы тут... Ну, очень важно, конечно, понимать, что мы, как разработчики, не имеем доступа к установленным комплексам. То есть мы... Да, мы обслуживаем, но обслуживание как происходит? Это на уровне, скажем, протереть снег после там снегопада, да, либо произвести гарантийный ремонт. Но все, скажем, движения внутри системы, они делаются по регламенту. Регламент очень четкий. Он делается только с наличием электронно-цифровой подписи и не той подписи, которую там наши, вот мы, вы и я получал в ЕГОВ в ЦОНИ, а это КАСТОКЕН, то есть это вот прям как табельное оружие для офицера, да. Если ты хочешь, если ты, скажем, вменяешь, подписываешь протокол об административном нарушении, ты должен свою подпись поставить, это как, ну, то есть это живая подпись, и у этой подписи есть след. То есть нельзя сказать, а вы знаете, я эту подпись забыл в компе, и там кто-то она подписывал. То есть это очень серьезная вещь для офицера. То есть только аттестованный сотрудник имеет доступ к таким данным, скажем, составление тех же белых списков. Если вдруг туда войдет, скажем, какой-нибудь гражданский автомобиль, то как минимум он войдет туда со следом того, кто его туда записал. И нельзя будет потом удалить бесследно, то есть так, а, ну ладно, давай удалим, и ничего не останется. Нет, для того, чтобы это все логируется, вот так же эта система проходила, там, скажем, аудит на информбезопасность, и на самом деле этот аудит очень непростой. То есть там вот вся логика всех движений, она логируется. Мы даже думали сделать вообще блокчейн на это, но после того, как прошли аудит этот, поняли то, что тут уже это перебор будет. Ну, это не дешевое, во-первых, мероприятие, ну и во-вторых, на сегодня одно спланировано таким образом, то, что незамеченным или случайно туда попасть невозможно. Какое-то действие сделать так, чтобы никто потом не узнал, тоже невозможно. Ну и завершаем еще один вопрос. Лайфхаки какие-то есть? Вот если честно, ну вот, за исключением того, чтобы не отрешать, не попасться на сердитики. Вот, неизбимые все-таки нет. У любой штаны системы есть какие-то резервы? Ну, вот реально сложно вообще, если вы говорите, если нельзя сказать, что просто не нарушать, я сказал бы, что нет. По факту уже были случаи, допустим, полицейский комплекс, что вы знаете, вы нарушаете, а, допустим, системы почему-то не ездили? Такого не было. Знаете, может быть, по какому-то счастливому стечению обстоятельств можно нарушить и, ну, как-то не быть зафиксированным. Но в основном все, что на сегодняшний день, ну, на самом деле это незаконно, да, ну, как-то пытаться... В основном незаконные, то есть я знаю только незаконные способы, как можно, там, скажем, не попасться, да, это что-то сделать со своим государственным номером, либо что-то сделать физически с самим комплексом. Вот, как бы ни то, ни другое не влечет за собой, ну, влечет за собой более, там, скажем, крупную ответственность, чем, ну, тоже нарушение. То есть, и, как бы, абсолютно не рекомендую, можно ради интереса пытаться, но нужно иметь в виду то, что это такой нездоровый интерес может боком выйти. Если хотеть, ну, как бы, если есть интерес, ну, делать вот эти penetration-тесты для таких систем, то можно это... мы можем дать комплекс какой-нибудь специальный тестер, дать игрушечные машинки, да, которые, в принципе, для комплекса как настоящие, и пытаться играться, ну, как бы, вне, так скажем, безопасно. Вот. Вот таких, как бы, изговорить всю систему пока не было, и... Ну, да, тут технически такие, как бы, очень простые решения используются, которые, там, против физики сложно будет что-нибудь, что-либо сделать.